Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировчанам пояснили, почему в декабре плата за отопление будет больше. Это связано с тем, что в этом месяце было на 9 градусов холоднее, чем в ноябре, пояснили в Т-плюс. Средняя температура ноября составила около минус 2 градусов. А в декабре в среднем было минус 11. С похолоданием, соответственно, возрос объем потребляемой теплоэнергии, увеличились показания счетчиков, а значит и размер начислений. Стоит заметить, что за отопление в январе кировчанам придется заплатить еще больше. Средняя температура этого месяца на данный момент составляет почти минус 18 градусов. А вот если в доме нет общедомового счетчика, то цифра в питанции будет прежней. Жители таких домов платят по нормативу. С сентября по апрель равными суммами. Экономика. Спрос на дворников в Кирове вырос в два раза. Это связано в том числе с сильными снегопадами, которые идут в январе. И в целом люди этой профессии – вторые по дефицитности работники в регионе, отмечают аналитики Headhunter. Чаще всего такие ставки открывают розничные сети и магазины, медицинские организации, аптеки, гостиницы, заведения и общие пито. На одну вакансию дворника приходится 0,6 резюме. А самая дефицитная профессия в регионе – врач. На две вакансии здесь приходится только один соискатель. Также в дефицитных – токарь, швея, администратор магазина, автомойщик. На каждую из этих вакансий менее одного резюме. При этом нормой считается, когда на вакансию от 4 до 8 резюме. Что касается зарплаты, то тем же дворникам, например, кировские работодатели готовы предложить около 19 тысяч рублей. При этом соискатели хотят зарабатывать не менее 30 тысяч. В эфире «Экономика». На 2,5 миллиона штрафовали недобросовестного подрядчика в Сумском районе. Нарушение было обнаружено в сфере муниципальных закупок. В апреле 2023 года между администрацией района и коммерческой организацией был заключен контракт на проведение капремонта объекта ЖКХ. От него диплом обеспечивается жилой фонд и социально значимые объекты. Однако строительная компания обязательства договора не исполнила, фактически не приступив к ремонту. Прокуратура возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения, ее лицо признано виновным, ему назначен штраф в виде 2,5 миллионов рублей. Но стоит отметить, что благодаря вмешательству прокуратуры ремонт теплотрассы был завершен вовремя. Другой подрядчик успел провести работы до наступления холодов. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Субтитры создавал DimaTorzok